В Омске общественники уже несколько месяцев безуспешно пытаются спасти собак из муниципального приюта для животных. Что происходит на территории организации, которая существует, кстати, за счет муниципального бюджета. Городской тендер на отлов и содержание бездомных животных 35 миллионов рублей. По словам активистов, приют на деле – сущий концлагерь. Открыть ворота удалось только именем губернатора Виктора Назарова. Нечеловеческие застенки для друзей человека, увидела журналист Первого городского Ирина Синицына. Встречи из серии не ждали. Рабочая поездка губернатора Виктора Назарова в муниципальный приют для бездомных животных вне официального графика. Нашу съемочную группу пригласили общественники в надежде, что присутствие первого лица региона и первого городского телеканала наконец-то откроет перед зоозащитниками ворота собачьего концлагеря, как его уже окрестили волонтеры. Администрация города говорит, что можно заходить, а вы говорите, что нельзя. Сейчас подъедут представители администрации, и мы все равно сюда зайдем. Пункт временного содержания безнадзорных собак. Сюда со всего города свозят отловленных бродячих животных или потерявшихся домашних. На вопрос, как найти и забрать свою собаку с закрытой территории, отвечают. Нужно подать заявление с фотографией в спецавтохозяйство, которое занимается отловом бродячих псов. После чего будет проведено расследование, и если ваш любимец окажется в пункте временного содержания, то вам его обязательно выдадут, если, конечно, он доживет до этого момента. Это в теории. А вот как на самом деле. Владелица потерянного породистого пса пытается узнать, не здесь ли ее собака. Кстати, девушка – супруга известного в Омске спортсмена, можно сказать, национального героя. Но здесь, похоже, ни министерство, ни полиция, ни связи не помогают. Почему я должна приезжать за своей собакой? Это частная территория. Но почему вы тогда забрали мою собаку? Мы не забирали. А как она к вам попала? Собак с левого берега прибежала? Поверно. По муниципальному контракту владельцы приюта должны в течение шести месяцев содержать собак, обеспечить ветообслуживание, кормить и пристраивать по возможности в хорошие руки. На эти благородные цели из городского бюджета, фирме технологии строительства и торговли, выигравшей муниципальный тендер, направлено 20 миллионов рублей. Но общественники уверены, до собачьих вольеров, а вернее клеток, эти деньги так и не дошли. Собаки голодные, все разодранные, по уши в фекалиях, щенки с огромными собаками, живые с мертвыми. То есть, происходит непонятно что. Хотели бы восстановить справедливость и, может быть, дали возможность нам, волонтерам, сюда спокойно попадать, как-то помогать собакам. Несколько дней волонтеры вместе с журналистами пытались пробиться на территорию приюта, чтобы покормить голодных животных и забрать домой раненых. Однако территорию частной организации охраняют, не хуже объекта стратегического назначения. Очередная попытка общественников уже вместе с представителями Министерства природы и главным ветеринарным врачом области обернулась разборкой с полицейскими. Просто вызов звучал так, что, скажем так, люди на нескольких машинах сломают забор здесь, нарушают общественные порядки. Те, кому все-таки удалось пробраться за ограждение, говорят, зрелище не для слабонервных. Уже после в клетках у собак появилась солома, дорожки почистили, а прямо на улице поставили буржуйку, на которой готовили кашу для собак. Видно, что к приезду высоких чиновников готовились. Но даже с таким приемом настроение губернатора после посещения приюта явно испортилось. Возручающе. Не просто я в шоке. Поэтому завтра будет обращение, в понедельник будет обращение в прокуратуру о проведении проверок на соответствие заключенному контракту и исполнению условий этого контракта. Проверять действительно есть что. Проведение муниципального конкурса сопровождалось чередой громких скандалов. 20 миллионов все же достались ООО «Технологии строительства и торговли», созданные буквально за неделю до проведения городского тендера. Фирме, которая по сути вообще никакого отношения к содержанию животных не имеет. Правозащитник Игорь Пушкарь пытается доказать – условия муниципального контракта содержания животных здесь грубо нарушаются. В любом случае заказчиком этого контракта является Департамент городского хозяйства, и они должны обеспечить выполнение условий муниципального контракта. А условия предусмотрены, что открытый доступ и возможность любому владельцу животного забрать свое животное здесь. Поэтому, конечно, это все незаконно, то, что они закрывают и не дают возможность собственнику забирать свое животное. Тем временем Виктор Назаров собирает собственное досье, фотографирует вольеры с измученными животными – неопровержимые доказательства халатности городских чиновников. Впрочем, как пояснили накануне представители городского департамента хозяйства, скандал с приютом – всего лишь маленькое недоразумение. В результате приехал господин Жеребятев, и когда я у него спрашиваю, почему с собаками такое происходит, почему к ним такое отношение, потому что они погибают там, он на что мне просто ответил, что это маленькие недоработки. Это всего лишь недоработки, потому что собаки гибнут пачками. Это вот такая ерунда. А вот еще одна, вероятно, тоже ерунда. Омским зоозащитникам удалось выяснить, что еще совсем недавно учредитель компании передвигался на скромной отечественной десятке. А вот тот же самый учредитель, только на совсем другой машине, уезжает, так и не разрешив волонтерам зайти на территорию приюта. На встречу с главой региона владельцы технологий строительства и торговли приходят пешком. Дорогие автомобили предпочли скрыть на стоянке соседней металлобазы. Такой внезапный рост благосостояния на фоне массовой гибели животных – еще один повод для расследования правоохранительными органами. Я считаю, что нужно принять жесткие меры, чтобы исправить ситуацию. В кондене будет собрано совещание, приглашенные работники мэрии. Будем определяться, как будем исправлять ситуацию. Я уверен, что мы должны приглашать максимум усилий, чтобы такое больше не повторилось. Присутствие главы региона все-таки заставило владельцев пункта передержки пойти на уступки общественникам. Израненную собаку, за которой Мария приезжает уже третий день подряд, волонтерам пообещали отдать. Правда, с условием. Наша съемочная группа покинет территорию рядом с приютом. Очень надеемся, что животное удалось спасти и что в ближайшее время условия здесь начнут диктовать те, кто действительно готов нести ответ за тех, кого приручили другие.